К нам приехали представители ЮНИСЕФ, которые отрабатывают программу «Безопасная школа». Там не только буллинг, там речь идет и о безопасности дорожного движения, и о пожарной безопасности, и о поведении в толпе и так далее. И в том числе о профилактике буллинга не только по отношению к детям, но и по отношению к педагогам, что тоже для нас очень интересная тема. Поэтому я думаю, что если так комплексно мы к вопросу подойдем, то будет достаточно хороший эффект. Одесса вошла в четверку городов, которые входят в проект школьных офицеров полиции. И начиная с прошлого года представители этого подразделения посещали наши учебные заведения, в том числе те школы, в которых учатся девочки, участники этих событий, которые недавно произошли в Одессе. И по аналитике полиции и подтвержденным данным из школ, действительно в этих учреждениях проводились мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятия были от 4 до 10 в разных школах. Офицеры полиции обычно закрепляются по одному за несколькими учебными заведениями, и так они на протяжении месяца 2-3 раза посещают школу. Действительно в школах были, но для нас все-таки важен вопрос не количества, а скорее качества, потому что принимая это и как укор в сторону педагогов, потому что девочки достаточно ярко проявляли на протяжении определенного периода негативное поведение, в поле зрения не попали. Поэтому и полиция со своей стороны усиливает работу в этом направлении, и мы как учителя во всех абсолютно школах, не только в этих, мы понимаем, что такие проявления возможны и в других учебных учреждениях, соответствующую работу проведем сразу с начала учебного года. Детский сад Орион сейчас в процессе передачи городской собственности. Было принято дважды решение сессии городского совета, последнее в этом году, о том, что город готов принять сад. Мы как департамент образования уже сегодня готовы обеспечить учебный процесс в соответствии с действующими нормативами штатного наполнения групп, принять на содержание, так скажем, здания и так далее. Но есть определенные юридические моменты, акты приема-передачи подписаны, подписаны главой комиссии, которая принимала в городскую собственность этот сад. Далее уже должны работать непосредственно департамент коммунальной собственности, и, насколько я знаю, акт этот регистрировался в Киеве, то есть это уже не совсем педагогический вопрос. Мы со своей стороны готовы. Министерство декларировало приобретение парт новой украинской школы. Они отличаются от обычных антискалиозных парт, к которым мы привыкли. Город Одесса, благодаря родителям, мы не стесняемся об этом говорить, на протяжении последних 20 лет, в общем-то, школы выглядят достойно. Приобреталась новая мебель, делались ремонты, и все это делали мы с вами, как одесситы, как родители, чтобы наши дети находились в нормальных условиях. Так вот, те школы, где мебель приобреталась 4-7 лет тому назад, по нормативам ее еще не нужно менять, это противоскалиозные парты, даже двухместные. Они достаточно крепкие, они в нормальном состоянии. Нет абсолютно никакого смысла менять их на такие же противоскалиозные только этого года выпуска. Мы внимательно прислушались к советам министерства и к строгому предупреждению о том, что приобретение парт не должно свестись к закупке всего того, что завалялось у кого-то на складах. Парты должны соответствовать требованиям нужд. Поэтому мы в те школы, где парт просто нет, у нас есть такие школы, где набрали больше первых классов, чем их было раньше четвертых, либо где вообще раньше не набирались первые классы. И в те школы, где парты уже просто физически устарели, ну вот им 20 лет, в эти школы будут закуплены парты, соответствующие стандарту НУШ. Что это означает? Что они должны регулироваться по высоте стул и стол, что столешница этой парты должна регулироваться под определенным углом, что на парту должна быть дана определенная гарантия, сертификаты качества и так далее. Процедура сама предполагает проведение тендерных торгов. Мы получили средства, субвенцию в мае месяце от области на первой же сессии городского совета, которая за этим последовала. Это был июнь месяц. Мы получили софинансирование города и сразу запустили тендерные процедуры. В июле мы перераспределили часть средств для того, чтобы охватить абсолютно все учебные учреждения, которые в этом нуждаются. Но на тендер это не повлияло. У нас травалась процедура один раз и нарушать закон, нарушать процедуру закупки никто не вправе. Мы ни в коем случае свои коммунальные учреждения, которые непосредственно проводят процедуру закупки, к таким вещам не будем принуждать. Почему отменилось? Потому что ни один из участников не предоставил необходимый набор документов. К сожалению, мы вынуждены в данном случае отменять процедуру и объявлять ее заново. Слава богу, мы успеваем в те школы, которые вообще остро нуждаются в партах, их там просто нет, они собирают из разных классов какую-то старую мебель, красят ножки. Этого делать не нужно. Мы успеваем до первого числа в эти школы поставить такие парты. И парты уже пошли в учебные учреждения. Далее, до конца сентября, те парты, которые устарели, будут заменены в тех школах, в которых действительно администрация подала на это заявку, указав, что парты устаревшие, их нужно срочно либо ремонтировать, либо менять. Ремонтировать смысла нет, поскольку город проводит закупки. По электронным учебникам мы запустили этот проект еще в 2016 году. В 2017 уже все школы получили абсолютно для всех параллелей коды доступа. Уровень регистрации, количество детей, которые в этом проекте участвовали. Это более половины наших учеников, но мы стремимся к максимальному охвату и предоставлению возможности каждому ребенку пользоваться этой услугой. Повторюсь, возможно, кто-то не знает, что формат нашего электронного учебника поддерживает абсолютно любые гаджеты, это и планшеты, и телефоны, и стационарные компьютеры. Ребенку для того, чтобы пользоваться учебником в своей параллели, необходимо зарегистрироваться и ввести тот код доступа, который ему дадут в школе. И мы всех родителей просим, если вдруг кому-то в школе забудут выдать этот код, об этом поговорить на родительском собрании. Абсолютно все учреждения образования города на своих родительских собраниях в конце августа, начале сентября детям выдадут коды доступа для определенной параллели, где учится ребенок. Кроме того, ребенок сможет пользоваться учебниками и предыдущих лет, если есть необходимость освежить в памяти те или иные параграфы, разделы, особенно это касается начала учебного года. Это очень удобно, потому что книги школьные дети сдали, а в электронном формате они у них сохраняются, они смогут пользоваться ими в начале этого учебного года. Ну вот, в общем-то, и все. Для детей эта услуга бесплатна. По учебникам, если можно, я еще один момент отмечу. Дело в том, что часто слышим, зачем они нужны, если есть электронные учебники в доме и в сети. Дело в том, что в сети есть PDF-версии, и мы говорим об интерактивном учебнике, с которым можно работать в сети. То есть прямо в нем выполнять задания, прямо в нем отслеживать в режиме реального времени, сколько ребенок проводит с этим учебником, какую работу он проводит с разделами, как выполнять задания. Это могут увидеть и родители, и педагоги. По первым звонкам школы автономны в принятии этого решения. То есть любое учебное учреждение может решить. 1 или 3 числа проводится у нас праздник первого звонка. Мы сейчас собираем данные от школы, они нам только пишут, что у нас вот такого-то числа для того, чтобы передать в полицию для обеспечения общественного порядка. Поэтому каждая мама может позвонить в свою школу и уточнить, когда и в какое время у них проводится праздник. Если линейка 1 числа, то сразу после нее, возможно после какого-то торжественного собрания внутри класса, дети смогут уйти домой. Если 3, то после этого праздника уже есть расписание уроки. Поэтому каждая школа самостоятельно принимает решение и должна сообщить об этом родителям. Продолжение следует...